Всем привет! Ну, наверное, вы уже читали интервью Владислава Суркова, которое он дал российскому изданию актуальные комментарии. Свежее интервью, в котором он много говорил об Украине, это интервью уже вызвало резонанс, скандал, уже многие СМИ его перепечатали, как-то комментировали, и я бы тоже хотел прокомментировать это интервью, а точнее некоторые тезисы из него, некоторые моменты, которые касались Украины, потому что внутрироссийские дела меня мало интересуют, а вот то, что Сурков говорил об Украине, это действительно интересно, и стоит по этим тезисам пройтись и отдельно их разобрать. Ну, наверное, самая яркая цитата, которая наделала больше всего шуму, это вот этот абзац. «Украины нет, есть украинство, то есть специфическое расстройство умов, удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечения этнографией. Такое кровавое краеведение, сумбур вместо государства, борщ бандера-бандура есть, а нации нет, брошюра самости на Украина есть, а Украины нет». В этой позиции, конечно, нет ничего нового, это обычная позиция русского шовиниста, русского нациста, да и, в общем-то, не обязательно русского, достаточно вспомнить, не нужно далеко ходить, да, достаточно вспомнить самый попсовый очевидный пример, это высказывание Адольфа Гитлера про чехов и поляков, и про Чехословакию и Польшу, которые он ненавидел. Вот берем, пожалуйста, 1939 год. Это неслыханно, представлять нам чехов и поляков, этот сброд, который ничуть не лучше, чем суданцы и индусы, как суверенные государства. Чем это высказывание, по сути, отличается от слов Суркова? Да ничем. Удивительно здесь другое. У российского чиновника, который годами отвечал за украинское направление и, казалось бы, должен иметь какое-то более-менее нормальное представление об Украине, оказывается, представление об Украине совершенно пещерное и примитивное, на уровне каких-то черносотенцев конца 19 века. Вот, знаете, была такая газета «Киевлянин», в которой писали истории о том, что евреи совершают жертвоприношение христианских младенцев, что украинскую нацию придумали в австрийском генштабе. И, по сути, мы видим сейчас, что Сурков совершенно никуда не ушел от этих примитивных черносотенцев, которые жили 120-130 лет назад. То есть его взгляды от этого ничем совершенно не отличаются. И это тем более поразительно, что Сурков в российской политике считается интеллектуалом. То есть признаются его недюжинные интеллектуальные способности даже его врагами. И вдруг он выдает вот эту совершеннейшую дичь, совершеннейшую какую-то билиберду из вот этих черносотенных брошюрок, которые выходили еще при царизме. И, знаете, есть такое выражение украинского писателя Владимира Вениченко о том, что российский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос. Вот, судя по Суркову, мы видим, что и российский интеллектуал тоже заканчивается там же, где начинается украинский вопрос. Казалось бы, у россиян в Украине огромное количество всякой агентуры, и своей политики, и журналисты, и активисты. И есть кому провести этот ликбез, да? То есть есть целая фракция в парламенте, которую фактически возглавляет кум Путина. Но эти же люди как-то должны просвещать своих там российских хозяев, работодателей, кураторов, как их назвать, да? О том, что в реальности происходит в Украине. Но, по сути, тем не менее, даже имея такую обширную сеть, в России так и не поняли на самом деле ни капельки о том, что такое Украина, да? Не понимают украинских реалий. То есть там действительно до сих пор продолжают игнорировать объективную реальность. А объективная реальность заключается в том, что существует многомиллионный народ со своим языком, со своей культурой, со своей государственностью, наконец, да? И, ну, не замечать этого, делать вид, что этого нет, продолжать утверждать, что украинской нации не существует, это как минимум неадекватно. Вот, например, ярчайшая фраза, которая иллюстрирует наглядно, чем Россия, например, отличается от США. То есть вот Сурков говорит, значит, что украинской нации нет, а есть борщ, бандера и бандура. Вот представляете, что в Америке, например, какой-нибудь бы Збигнев-Бжезинский вышел и сказал, что вы знаете, Россия это балалайка, водка и медведев. Ну, его бы как минимум засмеяли. А главный специалист в России по Украине, вот он может допускать такие выражения, и кто-то даже считает, что это нормальный специалист. Вот вам и ответ на вопрос, почему Россия настолько беспомощна во внешней политике, потому что ее возглавляют вот такие люди, даже тот же Сурков, который считается там мыслителем, при упоминании слова Украины, становится на четвереньки, начинает извергать из себя какую-то мракобесную дичь. Еще одна замечательная фраза, которую тоже стоит упомянуть отдельно. Принуждение силой к братским отношениям единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой, говорит Сурков. Это на самом деле нам все объясняет про современную Россию. Если это все, что у них есть в арсенале, то понятно, что они проиграют, потому что невозможно никого силой принудить к любви, к братству. Любовь и братство, они на то и любовь и братство, что они абсолютно добровольны. А когда тебя к этому принуждают силой, то понятно, что это уже никакое не братство, это называется оккупация. То есть можно также сказать, что какой-нибудь Гитлер принуждал силой к братским отношениям Сталина и так далее. Всем очевидно, что это будет чушь. Но, кстати, после этой фразы, вы знаете, я не понимаю, как дальше могут оставаться какие-то люди, которые продолжают нам что-то гнать эту чепуху про гражданскую войну в Украине. То есть вам уже открытым текстом говорят, что все, что происходит, это просто принуждение России, Украины, Украины к братским отношениям. То есть по большому счету просто Россия вторглась, да, и как бы силой нас принуждает с ними дружить, да, быть, продолжать, а по сути быть российской колонией. И после этого, то есть находятся какие-то люди, которые делают вид, что этого нет. Да, вот Сурков 7 лет возглавлял в России украинское направление. Он 7 лет считал, что нужно нас силой принуждать к братству, а у нас есть целый пласт политиков, каких-то блогеров, журналистов, которые просто игнорируют это. Они считают, что этого нет, что Россия тут не участвует, у нас какая-то там гражданская война, внутренний конфликт, а Сурков здесь совершенно ни при чем. Это гражданская война. Это гражданская война. И вам лгут о том, что это война с Россией. И еще одна шикарная фраза про Украину из этого интервью, она достаточно долгая, но я все равно хочу ее привести. Опять же, она очень многое проясняет о том, что происходит. Тут Сурков объясняет, почему он вообще оказался на украинском направлении. Вот он говорит, да, получил уникальную возможность самому выбирать проект, выбрал Украину чисто интуитивно, никто не подсказывал, я сам ничего не знал, почувствовал, просто вернее почуял, будет большое дело. Он догадался уже тогда, когда ничего не начало происходить, что будет настоящая борьба с Западом, серьезно, с жертвами. Значит, троллевали, Запад там не остановится, мы за ценой не постоим. И, значит, пишет в конце, так, горжусь, что был участником. То есть, по большому счету, вот вся эта кровавая заваруха, которая произошла у Суркова, во-первых, нет по этому поводу никакого сожаления, во-вторых, он этим гордится. Да, если мы посмотрим чисто вот на плоды, да, на плоды того, что случилось, что, например, сегодня происходит на Донбассе, где 6 лет люди живут в нищем, абсолютно бесправном гетто, где люди, которых обманули, там им посулили какой-то референдум, да, присоединение к России, они оказались просто в каком-то непризнанном огрызке, где у них нет права ни выбирать, ни голосовать, где они получают за работу, там, среднюю зарплату, там, 5-6 тысяч гривен, да, если перевести на гривны. Люди живут фактически 6 лет под ночным домашним арестом, да, это называется комендантский час, но, по сути, это домашний арест ночной, это в Украине, это форма наказания, то есть человека, да, вот ограничение свободы, а там люди 6 лет живут, и вот, как бы, они поставлены в такие условия. 6 лет там процветает мародерство, 6 лет могут кого угодно, там, ни за что посадить на подвал, избить, убить. И вот Сурков говорит, что он этим гордится, да, он так смакует свое участие на украинском направлении, и он это подает как собственный успех. Но самый главный вывод, который мы должны сделать из этого интервью Суркова, состоит в том, что любой украинский политик, украинский активист, блогер, журналист, который сегодня говорит о том, что нужно восстанавливать дружбу с Россией, нужно восстанавливать братские отношения с Россией, он, по сути, вольно или невольно солидаризируется с этой позицией Владислава Суркова, с его высказываниями о том, что Украина не существует, украинский народ выдуман, Украина это бандера и бандура и так далее. Потому что Владислав Сурков, это не какой-то человек с улицы, это не просто бродячий философ, там, или какой-то российский писатель, или журналист, это человек из системы. Это человек, который 7 лет занимался в России украинским направлением, то есть его поставили в 2013 году заниматься нашей страной, и ушел он только в 2020. И это означает, что все это время российское руководство, как минимум эти 7 лет, разделяло его позицию в отношении Украины и полностью было с этой позиции согласно. И именно такую политику в отношении Украины они и реализовывали. Давайте признаем очевидно, люди, которые даже после всего сказанного Сурковым, продолжают утверждать, что российской агрессии не существует. Люди, которые у нас призывают выстраивать братские отношения с Россией, просто ничем от Суркова не отличаются.